Всем привет! Очередной выпуск музыкального пингвина, посвященный работе в ардоре. В прошлый раз я сразу сходу начал рассказывать о сэндах, то есть посылах и инсертах, то есть о работе с эффектами, но не рассказал о самом основном, что должно предшествовать этому. Это управление громкостью и панорамой, то есть уровнем звука и его размещением в стерео пространстве. Давайте познакомимся с тем, как это работает в ардоре поближе. Включим в петле для примера простенькую партию. Вот я уже ее тут нарисовал в пианороле. Вот мы уменьшим ее до размера петли и посмотрим, что же у нас есть в ардоре для управления громкостью и панорамой. Включаем воспроизведение, сделаем его тише. Вот основной ползунок для управления уровнем. Обратите внимание на индикатор справа. Можно менять тип индикатора. Нажимаем правую кнопку мыши и вот список различных есть индикаторов. Вот RMS плюс пик, например, очень полезный. RMS это сокращение от root, min, square. То есть средне квадратичное значение уровня. Обычно по нему хорошо ориентироваться об общей громкости. Вот мы видим, что RMS показывается в желтенькой такой полосочке, а зеленые это пики. Пики в децибелах и RMS тоже в децибелах. Можно то же самое поставить для мастера. Вот сейчас вот стоит шкала пик плюс 6, DBFS. Можно поставить RMS плюс пик. Вот. Это, мне кажется, самая полезная настройка. Теперь смотрим на индикатор. Можно включать вот сейчас, когда тут стоит пост. Это значит, что отображаются уровни уже прошедшие вот всю эту стойку эффектов и фейдер. А если мы тут выберем input, мы будем видеть то, что попадает на вход. Если бы мы писали на эту дорожку с аудио входа. Но у нас сейчас тут MIDI дорожка. Поэтому также можно смотреть на уровне до фейдера. Вот мы ставим Pre и видим, какой уровень звука поступает на фейдер. В случае включения пост фейдера мы смотрим, какой уровень поступает после фейдера. К громкости напрямую примыкает ползунок панорамы, который, по сути, это тоже особый случай управления громкости. Распределение ее между стереоканалом, между левым и правым каналом. Для каждой дорожки, давайте выключим эту назойливую звучащую петлю. Для каждой дорожки доступно, по крайней мере, два типа панорамы. Они переключаются, вот нажимаем тут на правую кнопку мыши, и вот тут есть два панера, так называемых. Вот, Equal Power Stereo, Stereo Balance. Панер это набор алгоритмов и интерфейс для изменения панорамы. По умолчанию для MIDI включен вот такой панер, и управление им не очень очевидно. Оно становится очевидным, когда вы сужаете вот эти вот штучки, и тогда только вы можете смещать панораму влево-вправо. Давайте мы включим опять воспроизведение и посмотрим, как это работает. Сужая или расширяя ширину панера, так сказать, мы влияем на взаимное проникновение каналов левого и правого. То есть, если мы сузим вот до предела, то есть возможность сделать звук чисто в левом канале, или чисто в правом. Но если у нас, даже не знаю, как это назвать, в общем, ширина. Ширина шире, то мы сможем переместить влево или вправо только часть сигнала, не весь. Теперь посмотрим на другой вид панера, вот, стерео баланс. Он проще. Тут мы просто управляем верхним таким ползуночком, и канал, и сигнал поступает влево или вправо однозначно, без учета вот ширины, доступной в прежнем панере. Можно сбросить панера к начальному его состоянию и редактировать значение в виде чисел. На этом рассказ об уровнях и панерах в Ардоре завершен. Всем спасибо за внимание. С вами был Петр Семилетов. Продолжение следует...